Вы в курсе, что три сочинские автомагистрали на время новогодних каникул станут пешеходными? Центральный район курорта как центр притяжения самих горожан и туристов регулярно удивляет различными нововведениями. Сегодня же время подводить итоги. Здравствуйте, я Инга Габешия и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Эпицентр самых заметных событий курорта по традиции центральный район, он же лицо и визитная карточка южной столицы. Как центру Сочи удается удерживать позиции лидерства, об этом мы спросим у главы администрации центрального района Андрея Терещенко. Здравствуйте, Андрей Викторович. Добрый день, Инга. В эти новогодние каникулы впервые в Сочи появится большая, как ее называют, комфортная зона отдыха для прогула гостей и жителей курорта. Это участки улиц Несебрская, Черноморская и Орджоникидзе. Откуда появилась такая идея сделать эти автотрассы пешеходными? Ну, вы правильно сказали, что в центральном районе проходят более 40 значимых мероприятий, именно в этих зонах, про которые вы отметили. Начинает 1 мая, заканчивает дни города, новая волна, международные эстафеты и много разных других мероприятий, где участвует большое количество как жителей, так и гостей города Сочи. Это самые гостевые зоны, самый центр. И идея эта пришла уже прорабатываться не первый год. И Анатолий Николаевич Пахомов, глава города Сочи, высказал о том, что в выходные и праздничные дни это будет менее безболезненно. И для всех жителей будет очень удобно гулять не только по тротуарам, но и по проезжей части для комфортного перемещения по данной зоне. То есть, как показывает практика, это удобно? Это удобно, это центр, в основном здесь находятся ресторанчики, кафе, набережные. То есть, здесь для безопасности детей, для безопасности тех же велосипедистов. Данная зона, она исключительно небольшая зона, но находится именно в прибрежном кластере, где отсутствуют многоквартирные жилые дома, где именно та зона, которая предусматривает данные прогулки. Ну а теперь давайте подводить итоги. Каким был 2016 год для Центрального района города Сочи? Вам скажу честно, 2016 год был сложным, напряженным, в чем-то удачным, в чем-то мы еще не доработали. Но об этом, я думаю, мы поговорим отдельно. В 2016 год был интересен тем, что город Сочи участвует, принимает гостей Кубка конфедерации 2017 года и, соответственно, чемпионат мира 2018 года. Это говорит о том, что все, что мы проходили на Олимпийские игры, все, что мы делаем в данный момент, мы будем усилять работу по приведению к Единому архитектурному облигу, по улучшать работу, связанную с доступностью в городе Сочи. Приведение разных объектов к тем нормативным документам, какие прописаны при участии городов в данных соревнованиях. 2017 год будет очень сложный, потому что еще больше будет мероприятий, которые были у нас, это будут всемирные молодежные игры. Говорит о том, что 2016 год был очень интересным тем, что мы проводили всемирные хоровые игры. Это одно из крупнейших мероприятий, которое проходит заслужить такой почет, какой получил город Сочи. Было очень тяжело, но благодаря главе города, благодаря правительству Российской Федерации это прошло в Сочи и было оценено на самом высоком уровне. Ну и все площадки концертные были в Центральном районе? Абсолютно правильно. Я хотел, что именно притяжение всех этих концертных площадок, участие наших гостей из других городов, из других стран, все в основном замыкалось на Центральном районе. Это наша знаменитая набережная, это Южный Мол, все парки, скверы, везде проходили хоровые пени. Поэтому и оценка самих участников была великолепная. Я уже не говорю про те парады, которые проходили эти участники по центральным частям улицы, Центрального района. Я говорю, что более 40 крупных мероприятий в этом году мы приняли и достойно провели. Новая волна, ОСЕАН, это те вообще крупные международные мероприятия, которые, поверьте мне, проведение этих мероприятий на территории Российской Федерации, было почетом, а тем более провести их и достойно отработать на территории района. Я считаю, что и команда района, и все коммунальные службы Центрального района и жители достойно встретили эти все праздничные мероприятия. Ну а только лишь за счет этих событийных мероприятий Центру удается удерживать позиции лидерства? Как на Ваш взгляд? Нет, конечно. Просто не только событийные мероприятия. Очень компактное проживание в Центральном районе. Я думаю, что не секрет, что мы самый крупный район по численности, хотя, может быть, самый маленький по протяженности, но более 150 тысяч жителей проживают в Центральном районе. Это практически одна третья часть всех жителей проживает здесь. За счет компактного проживания многоквартирные жилые дома, плотность застройки, улицы Центрального района, все это говорит о том, что мы должны быть на самом высоком уровне, потому что все пристальное внимание, все к нам. Это точно. В Центральном районе, как Вы сейчас сказали, 7 микрорайонов, здесь самое большое количество гостевых зон, проживает более 150 тысяч человек. Вот как Вы справляетесь с решением таких вопросов, как благоустройство и санитарное состояние всей территории? Вот эти пункты для Вас, как для главы района, наверное, фундаментальны. Абсолютно правы Вы, потому что основная задача нашей администрации, это, конечно, работа с населением по благоустройству района, по приведению в надлежность санитарного состояния муниципальных территорий. Как эту работу вести? Ее, конечно, нужно вести только совместно. Совместно она ведется с советами домов, ведется с управляющими компаниями на территории Центрального района. И очень что немаловажно, это подрядные организации, выполняющие муниципальный заказ на муниципальных территориях. Вот в комплексе, если будет это все получаться, то тогда мы также будем, грубо говоря, на лидирующих позициях во всем городе. Если хоть одно из этих звеньев будет недостаточно работать, либо это домовой комитет, либо совет территориального самоуправления не доработает с жителями. Соответственно, гостевая зона и зона гостеприимства будут в хорошем виде, а придомовые территории, там, где люди проживают, где проводят в основном больше всего времени, в своих домах, квартирах, будет в таком состоянии, как, поверьте мне, и сейчас есть недоработки, и подъезды, и дворы. Там, где люди живут, но до сих пор думают, что кто-то придет за них, либо уберет, либо покрасит эту входную дверь. До сих пор, вот скажу одно, что вам оно надо, вы и делайте. Есть такая ситуация, ну, это все только совместными усилиями мы работаем. И хотелось бы отметить, что если люди выходят за пределы своих домов, квартир, они должны обратить внимание, какая гостевая зона, я имею в виду зона для общей доступности, парки, скверы, набережные. И все-таки мечта маяка главы района, мечта всей команды главы города, Андрей Гладча Пахума, чтобы так же было в любом дворике. Уютно, комфортно, чтобы была зелень, цветочки, все, это все, опять же, это все наше лицо. Это мы не можем жить только муниципальными территориями, не видя, что происходит на придомовых. Это одно общее, и в этом направлении работа ведется. Вот еще субботники стали традиционными в Центральном районе. Вот многое или поменялось с новой традицией? Я вам скажу одно, что слово субботник, да, мы привыкли, что субботники. Сейчас мы просто их называем помощь в наведении порядка на муниципальных территориях. Не буду, я хочу привести некоторые примеры. Вот недавно буквально, да, у нас был шквальный ветер. У нас были погодные условия для повышенной готовности. Мы ни на минуту не можем оставаться так, чтобы район был неухоженным, район плохо выглядел. Не потому, что у нас там гости, или просто потому, что мы сами хотим, и себя уже приучили к тому, что не должно быть ни грязи, не должно быть ни веток, не должно быть ни упавших деревьев, которые, понятно, что по объективным причинам это все есть. На территорию района, буквально скажу, что 4 дня назад упало более 50 деревьев, да, это и гостевые зоны, это и придомовые территории, никто не разбирался, занимались сразу же распилом, вывозом, утилизацией, для того, чтобы город жил своей обычной жизнью. И скажу, что достойно выполнили все подразделения, которые участвовали в ликвидации стихий этих убийств. И продолжаем эту работу. И вы обратили внимание, что буквально даже тот снег, тот мороз, который для данного времени года, можно сказать, что аномальный, потому что в начале декабря сложно представить те же минус 5, минус 7. И в центральной части, не в предгорьях, а в центральной части, вы видите, что транспортная инфраструктура работает, никаких проблем нету, то есть слаженная работа всей команды. И это здорово. А какие задачи, считающиеся сложно решаемыми, все же удалось решить в этом году в центре? У нас очень был проблемный момент, который очень долго мы шли к этому. И все-таки к дню города мы завершили практически одну третью часть нашей набережной в микрорайоне Мамайка, на реке Псахе. Это, я вам скажу честно, если мы бы посмотрели с вами год назад, два года назад, тем более, там произошло, и когда у нас было подтопление, там река выходила из берегов, была практически уничтожена данная набережная, то в этом году с помощью предпринимателей, с помощью застройщиков, эта набережная была восстановлена. Восстановлена в каком плане? Это были полностью возведены укрепительные работы, брусчатка, озеленение, подсветка, лавочки, урны, все новое. Восстановлены те мосты, которые были разрушены. И с правой и с левой стороны это все сделано. Сейчас жители Мамайки получили практически свою набережную, которая в идеальном состоянии, и осталось, в принципе, только завершить уже после определенных свидетельства, чтобы она полностью, люди прекрасно могут добираться до пляжей, до Мамайских пляжей, находиться, гулять с детьми, кататься на велосипедах, что сейчас происходит. И в день города, глава города открыл эту набережную, и поверьте мне, и жители, и люди, которые к нам приезжают на отдых, которые обосновались проживать в микрорайоне Мамайка, все были с большой благодарностью. Потому что сейчас действительно есть притяжение в этом микрорайоне, в котором не было такой набережной никогда. Это, я считаю, большая победа города в целом. Однозначно, невозможно не оценить. Да. Много, можно сказать, что в преддверии дня города жителями было и советами самоуправления было высажено более 400 деревьев, кустарников, эвкалиптов. Все это мы раздавали по микрорайонам, раздавали по предовым территориям, для того, чтобы люди могли поучаствовать и на своих территориях, где они считают нужным, произвести данные посадки. Может, еще какое-то яркое пятно останется в памяти жителей центрального района? Что произошло в этом году в пользу местных жителей? Или они только ради многочисленных туристов? Ну, местные жители произошло то, что у нас долгое время и мы не могли произвести те дорожные работы, асфальтирование, благоустройство в тех микрорайонах, в которых мы наметили. Я скажу, что основным моментом в этом году, я считаю, победой района, то, что произведено асфальтирование дороги по улице Пионерской, очень долгое время эта дорога была, с учетом горного рельефа, с учетом того, что очень узкое пространство, мы ямочно ее ремонтировали, но это не спасало ситуацию, плюс грунтовые воды. И вот в этом году, к Новому году, для всех жителей данной улицы, она очень длинная, она переходит в Остинский район, данная работа завершена. Это говорит о том, что теперь безопасность пассажиров по данному направлению, потому что практически можно сказать, что одно, что те ямы, они приводили к тому, что, возможно, водители бы уже скоро прекратили бы туда возить людей, а это недопустимо. И одну из первых улиц в районе мы ее отремонтировали. Также наши улицы по улице Пасечной, по улице Чехова, ямочный ремонт, те участки, которые просто необходимы были для того, чтобы не остановилась жизнь в этих микрорайонах, данная работа ведется. Я уже говорил об озеленении, я говорил о том, что во многих микрорайонах мы делаем тротуары, ограждения, то есть высаживаем растения, делаем зеленые зоны. Для жителей это, я считаю, что основное, имея хорошую городскую среду, мы обязаны иметь и хорошую придомовую территорию. Это важно. А сданы ли в этом году какие-то строительные объекты? Возможно, детские, спортивные площадки или что-то еще более глобальное? Ну, я вам скажу, что, как мы уже с вами говорили, из-за того, что плотность проживания в центральном районе очень высока, и найти строительные площадки по нормам, для того, чтобы построить школу, в которой очень мы нуждаемся, школа, детские сады. Такой возможности нет. Управление по образованию и наукой занимается подготовкой ситуации для того, чтобы были строительные пристройки. Но хочется отметить, что в этом году серьезное продвижение в департаменте городского хозяйства, в департаменте строительства. Это ситуация, связанная со 185-м законом федеральным о переселении из ветхого и аварийного жилья. Я думаю, что мы все с вами видим, что в центральном районе до сих пор остаются так называемые бараки. Да, не подбирал слово, чтобы не обидеть никого. Бараки, в которых проживают люди не просто... На 10 квадратных метрах может проживать и 7, и 8 человек. Так осталось от Советского Союза. И вот та работа, которая сейчас ведется, она очень тяжелая и сложная, потому что очень много нюансов, связанных и с этим законом, и с людьми каждый человек должен согласиться. Его нужно разместить. И вот такая работа ведется. В центральном районе на данный момент построено два объекта. Это на улице Виноградной и на улице Альпийской, куда до конца года уже будут переселяться жители, которые по закону имеют право переселяться из ветхого и аварийного жилья. Квартиры построенные, современные, с газом, светом. Поэтому я думаю, что они все будут довольны. Это достижение. Это большое достижение. Поверьте мне, ни один муниципалитет не ведет такую работу. Я имею в виду столько, такое количество большое. И строительство больших домов именно по этой программе. Это действительно большое достижение города и главы. И наоборот, сносятся ли строительные объекты? Это к вопросу о том, как ведется работа с хаотичной застройкой и самовольным строительством. Я думаю, не секрет ни для кого, что такие объекты есть. Они есть и в центральном районе. Может быть, они не в самом центре города, а в тех микрорайонах, которые находятся ближе к другим районам, что в Хостинской стране, что в стране Лазаревского района. Да, работа такая ведется. Ведется она мониторинговыми группами с присутствием сотрудников органов внутренних дел, сотрудников администрации района, сотрудников городских служб, отвечающих за эту работу. Фиксируется данная ситуация, выписываются протоколы и передаются в правовое управление для подачи в суд на недобросовестных застройщиках. Схема была очень простая, ее, думаю, что все знают. Но сейчас и законами новыми каждый раз, когда какой-то недобросовестный застройщик пытается найти какую-то лазейку, со временем это все становится явным и вносятся определенные коррективы. Я надеюсь, что мне бы очень хотелось даже сказать о том, что желательно, чтобы это все закончилось. Я просто приведу маленькие примеры, почему я об этом имею право сказать. Не секрет, что по решению суда было введено очень много таких объектов, где проживают люди на данный момент. Но вы знаете, все больше и больше сталкиваешься с проблемами именно от этих людей. Потому что то ли не довели им газ, обещали, но не завели. То ли не дали ту мощность электрическую, по которой у людей, особенно в зимний период, отсутствует тепло, отсутствует свет. Подвод дорог, подвод коммуникаций. Все обещал тот же застройщик, их много, но не довел, собрал деньги и уехал. И люди остаются со своей проблемой напрямую. И мы как администрация остаемся с проблемами жителей. И очень сложно эти проблемы решать. Потому что эти дома не введены ни в эксплуатацию. Они не имеют статуса квартир. Они не... На них нет тех технических условий. Не выдавалось ни Кубанинерго, ни водоканалам, которые просто необходимы. И хотелось бы, конечно, чтобы люди понимали, перед тем, как покупать, что они покупают, и к чему, возможно, это может привести. А таких случаев очень много. Потому что и цена людей устраивает, и все-таки люди думают о том, что мы вот напишем, и нам все дадут. Поверьте мне, мы сейчас все собственники, есть право собственности. И нужно понимать, что не всегда бесплатный сыр бывает. Только в мышеловке. Только в мышеловке. Власти города держат руку на пульсе, но, наверное, и потенциальным покупателям стоит напомнить, что есть черный список таких недобросовестных застройщиков. Конечно, есть и черный список, есть и официальные сайты, где можно смотреть ситуацию. Но и визуально я считаю, что любой человек понимает о том, что если говорят, что потом, когда-то поставим лифт, подведем газ, это нужно, это уже для человека должны быть какие-то определенные, он должен за это переживать. Узнавать, какая мощность, показать, смотреть документы именно по техническим обеспечениям данного дома. Какая земля, если это ИЖС, что, потому что это очень глобально. Человек может остаться без ничего. Продав что-то для того, чтобы улучшить свои жизненные условия, он может попасть еще в худшие условия жизненные. Наверное, стоит напомнить, что ознакомиться со списком недобросовестных застройщиков можно на сайте администрации города Сочи. Если вернуться в лето, курортный сезон для центра был жарким? Вы знаете, да, конечно. Я скажу, что за последние, может быть, 10 лет я более жарче курорта не видел и времени. Потому что для меня это оценивается очень просто. Пропускной способностью улиц, набережных, прибрежных, заведений, наличием людей в кафе, наличием мусора, который появляется после каждого дня. Сколько вы возили, какая ситуация. Это, Гаврил, по проживанию очень много. То есть по гостиницам, по частным гостиницам, по пансионатам. Был просто. И если, я думаю, что многие из вас, или вы сами, Инга, выходили на набережную в летний период, вы обращали внимание, что как в одну сторону люди шли, так и в обратную сторону. Это был просто поток. Люди, пляжи были задействованы в полном объеме. То есть людей было очень много. Конечно, возможно, это сказалось с санкциями, которые были введены против России. Но я думаю, что многим людям было просто интересно посмотреть. И то наследство Олимпийское, да и вообще город Сочи, он изменился. Конечно. Будем надеяться, что все они вернутся к нам снова. Будем надеяться, что и в этом году, да, в 17-м году. Ну, в 17-м году сам Бог велел, это и Кубок конфедерации будет. Я говорю, будет очень много интересных событий, начиная от новой волны. И я думаю, что так же мы будем востребованы. По крайней мере, центральная часть города. А какие планы на зиму? В это время года гости города в основном для отдыха выбирают горнолыжные курорты. Это получается, что в центре сейчас будет затишье? Вы знаете, никогда в центре не будет никакого затишья. С теми отелями современными, Хаят, Рэдисон, Родина, я не говорю уже про санаторий, которые... Одни из лучших санаторий находятся в центральном районе. Люди приезжают к нам, расселяются, и спокойно едут на Красную Поляну, катаются, но возвращаются к нам. В самые лучшие рестораны, которые на территории центрального района. Рестораны... То есть здесь есть чем заняться? Здесь, конечно, есть, поверьте мне. Здесь, особенно, когда человек хорошо покатался, отдохнул, увидел снег, он приехал в прибрежную часть, где можно выйти в курточки, пойти прекрасно пообедать или поужинать, пройтись возле моря, подышать морским бризом. Это вот тот контраст, который всегда Сочи и привлекал для жителей. Именно на контрасте снег и море мы получаем тот эффект. И поверьте мне, я считаю, что, на мой взгляд, уже, я думаю, что процентов на 75-80 номерной фонд центрального района, он заполнен. То есть то, что Сочи все сезоны и круглогодичный курорт, это ощущается во всех уголках города? Конечно, поверьте мне, мы... Вот, честно сказать, та работа, которую мы ведем, я прекрасно знаю, что даже если людей не видно, но у нас все, все востребовано, все занято. И заходя и в кафе, и в рестораны, люди есть. И причем это видно, что это люди приезжие, которые приехали отдохнуть. Да, это круглогодично. Вот года как два-три мы уже стали действительно круглогодичным курортом. Ну и секрет я не открою, что планируется открытие игровой зоны, которая еще больше привлечет, конечно, жителей, вернее, привлечет гостей для приезда в город Сочи. И опять же, все отели, которые находятся у нас, они все высококлассные, европейский бренд. Я думаю, что... Это успех? Это успех. Да, это успех. И очень... Я говорю, что... И это работа руководства города по привлечению. Конечно, конечно. Анатолий Николаевич уделяет этому внимание очень большое время. Он посетил за эти два года, я думаю, более 25 регионов только по Российской Федерации и несколько регионов за границей, где продвигал и говорил, что приедьте, посмотрите, обратите на нас внимание. И к нам приезжают и китайцы, и иранцы. И, насколько я знаю, вот с 5-го числа открываются рейсы Сочи-Берлин. Я думаю, и немцы посмотрят, и центральную часть, и олимпийские парки. Поэтому для этого у нас все есть. И поверьте мне, у нас очень даже хорошо. Экология у нас прекрасная. Море, солнце, воздух. Это не в каждой... Не в каждой стране такая вода, такое море. Поэтому я думаю, что люди, которые к нам приезжают, они получат удовольствие. Однозначно. Ну и близится главный праздник в году. Как идет подготовка к Новому году? Завершается ли праздничное оформление? И в целом, какие празднования ожидаются в центре города? Ой, вы знаете, действительно, Новый год, это один из главных праздников. Вот всегда, раньше был самый главный праздник, но сейчас 9 мая, да, для людей становится больше праздника. Все понимают, как тяжело эта победа досталась, и как тяжело нам приходится все это сохранять в связи с этих событий. Но Новый год, он самый такой семейный, самый праздник. Скажу честно, что на территории центрального района разработана дорожная карта по приведению тех объектов торговли, объектов инфраструктуры центрального района по украшению города. По разработке Елена Борисовна-Баранская разработала много разных новых проектов, связанных с освещением, с тематической подсветкой к Новому году. И главой города поставлен срок до 15 декабря завершить данную работу. Завершить это, значит, уже должны быть установлены все елки, которые мы планируем на территории района, все оформления новогодние, световое оформление, подсветка. Все это должно быть до 15 декабря уже принять тот вид новогодний и рождественский, которые бы хотелось и жителям города Сочи, и гостям. Санаторный курортный сейчас очень сильно усиленно этим занимается. Предприниматели города, то есть каждый сейчас пытается эту работу улучшить, потому что, скажу честно, что будет проводиться городской конкурс, и мы от центрального района по всем направлениям будем подавать номинантов на участие в этом конкурсе. Лучшее кафе, лучший ресторан, лучшая гостиница, лучший санаторий, лучший объект питания. То есть вот эти вот направления, они будут говорить о том, что и когда человек, который победит, я думаю, его пригласят, наградят, и для этого стимул также просим... Станет примером для людей. Конечно, конечно, просим украшать и придомовые территории, ставить елочки, какие-то игрушки, чтобы выходя из дома было хорошее праздничное настроение, новогоднее, как говорится. Для этого есть все, и только нужно просто усилие людей. Ну и праздники, конечно. Праздники, праздники, да. В 10 дней будем отдыхать, это хорошо для людей, конечно. Но основной критерий праздников это в микрорайонах, будут во всех микрорайонах, центральных районах будут установлены елки, где будут проводиться и новогодние праздники, и разные новогодние тематические вечера для жителей. Основные, это, конечно, елки главы, которые будут проходить в зимнем театре, и наша площадь, где будет установлена елка новогодняя, и в Новый год будут большие концерты новогодние. Приглашаем всех жителей для встречи Нового года именно на площади города Сочи. И вот так, если напоследок, какая все же работа продолжится в районе в 2017-м? То есть, что не успели сделать в этом уходящем году? Вы знаете, работа продолжится, опять же говорю, это открыто, и мы ее все знаем, работа продолжится по благоустройству города Сочи. Мы опять будем проводить работу совместно с предприятиями, с жителями, именно по привлению к единому архитектурному облику. Заборы, крыши, дома, территории, это что касается благоустройства. Работа будет продолжена по муниципалитетам по восстановлению, установке живых изгородей, посадке живых деревьев в нужных местах, облагораживание территорий. Мы будем вести работу именно целенаправленно, ту, которую мы ведем, но у которой всегда, понимаете, проходит время, есть уже новые тенденции, да, уже как-то то, что было, считалось люксовым, два года назад, но через два года есть новые материалы, есть новые концепции, которые мы обязаны внедрить в наш город Сочи. То есть вы идете в ногу со временем? Мы хотели бы очень идти в ногу со временем, для этого, я скажу честно, что очень много работаем, очень понимаем, что нужно, можно говорить много, и цветовое оформление района должно быть улучшено, мы тоже над этим работаем, разрабатываем эскизы, и сохранить нам нужно очень многое, то, что мы не имеем права потерять, вы сами понимаете, что и болезнь растений происходит, все с этим надо, все время, это большой организм, район, особенно наш центральный, это большой организм, и упуская элементарные вещи, мы считаем, да, вот это потом сделаем, невозможно, потому что в комплексе это приводит к одному, либо потери привлекательности района, либо вообще к гибели чего-то, что для нас очень важно, да, это вот, я говорю, что в этом году, как никогда, да, та же саранча у нас появилась, которую никогда не было, если бы вовремя эту работу не вести, не бороться с этими, с этой проблемой, я думаю, что у нас были бы другие потери, так же, как и связанные с пальмами, это и обработка пальм от вредителей, очень много вредителей, обработка наших растений от бабочки, от долгоносика, вот эта работа ведется, конечно, основная работа, еще на что мы нацелены, это все-таки, чтобы экологический город был привлекательный, а для этого нужно бороться еще с ситуацией, связанной как сброс вод на очищенные рельефы, то есть ту работу, которую надо продолжать и усиливать, у недопущения должна быть канализация, никаких сливов не должно быть, чтобы наше море было чистое, реки были чистые, это вот те основные направления, которые нам обозначил и глава города, чем мы должны заниматься. Андрей Викторович, спасибо за все ваши исчерпывающие ответы и желаю, чтобы все ваши планы, как главы района, реализовались на все 100%. Спасибо огромное, я тоже поздравляю вас с наступающим Новым годом и говорю, что ту планку, которую мы взяли для себя, мы попытаемся совместно с жителями, советами самоуправлениями, улучшить и привести центральный район, чтобы он действительно отличался и назывался центральным районом. Удачи вам в этом. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был глава центрального района города Сочи Андрей Терещенко. Будьте в курсе всех событий своего города и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущих Бьюти Рум Далс, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск